Я думаю, что наши избиратели сами оценивают, да, и мы видим рейтинги, падающие слуги народа, это говорит об обманутом ожидании, ну, ожиданий было много, все надеялись, перезагрузка, новые лица принесут в том числе и новую жизнь в нашу страну. Правительство и парламент нужно оценивать исключительно по качеству жизни, по демографическому росту населения нашей страны, по сокращению миграционных процессов, и если мы проанализируем эти показатели, они, безусловно, негативные, и поэтому я думаю, что вот оценку как раз ставят избиратели. Мне, безусловно, не нравится то, что были обмануты мои персональные ожидания, и все обещания и декларации, которые звучали из уст будущих слуг народов и непосредственно президента Зеленского, да, с которыми я связывал особые ичаяния, к сожалению, разбились арифы. То есть не наступило необходимое народовластие, закон о референдуме не соответствует своему содержанию и по инициативе людей он проведен быть не может. Закон об импичменте, вернее, о специальных следственной комиссии носит исключительно бутафорский характер, а численная квота депутатов, которым можно этот импичмент имплементировать, да, ну, является невозможной. Три четверти голосов не соберет, наверное, ни один парламент просто по наличию депутатов в зале, не говоря уже о том, что они выразятся против действующей власти. Понятно, что снятие неприкосновенности не принесло никаких ожидаемых результатов. Полное бездействие на пороге экономического кризиса, да, привело к сокращению и числа рабочих мест, и потерям среди домохозяйств, малого и среднего бизнеса. Все это, по сути, заслуги действующего правительства, действующих правительств Зеленского и непосредственно некомпетентности депутатов, которые, не имея никакого отношения к государственному управлению, имеют причастность к написанию тех или иных законов. Я, конечно же, разочарован, как и все, ожидал большего. Мы все живем в Украине, и нам бы хотелось, чтобы страна развивалась. На сегодняшний день продолжена та же самая повестка дня, которую начал в свое время Петр Порошенко. Продолжается культурная война, в том числе и против русскоязычного населения, и против тех, кто видит историю канонически верно, так как мы учили в школе, а не так, как ее пытается преподать Ветрович и его клика.